Укомплектованность специалистами в Одинцовском округе сегодня составляет 92%. Это хороший показатель. Мы находимся в зеленой зоне в Подмосковье. Однако должны стремиться к 100%. За последний год в Одинцовском округе свою работу начали вести офис врача общей практики в Савинской Слободе и центр диспансеризации на улице Маршала Бирюзова в Одинцове. В этом году планируется достроить новую поликлинику в Ромашкове. Инфраструктура растет и расширяется. Увеличивается и штат сотрудников. В 2023 году принято 52 врача и 52 среднего медицинского персонала. Из них, из врачей 33 сотрудника принято в поликлиническое звено и 19 в стационар. Из среднего медицинского персонала 29 человек принято в поликлинику и 23 в стационар. На сегодняшний день текущая потребность в специалистах составляет 16 человек. Для привлечения новых кадров постоянно расширяется перечень мер региональной и муниципальной поддержки. Так в округе работают программы мотивации специалистов – социальная ипотека, земский доктор, приведи друга. По губернаторской доплате компенсируется стоимость аренды жилья и предоставляются муниципальные помещения для проживания сотрудников. Кроме того, дети медработников в приоритетном порядке получают места в детских садах и школах округа. В этом году к нам придет около 15 целевиков, которые уже закончат в этом году университет. Это 10 врачей-терапевтов участковых и 5 врачей-педиатров участковых. Специалисты отдела кадров Одинцовской областной больницы не только рассматривают отклики на существующие вакансии, но и регулярно сами обзваниваются искателей, что дает положительную динамику в развитии системы здравоохранения в муниципалитете. Елена Краева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.